Продолжаем выпуск. В эти выходные работы прибавилось не только спасателям и работникам водоочистных служб, но и пожарным. В субботу в Петропавловске горели сразу два завода по выпуску саморегулирующегося нагревательного кабеля товарищества Бартек и производству кованых изделий ТО Кузница. На месте ЧП побывала и наша съемочная группа. Сигнал о сгорании на номер 101 поступил в субботу в 14.21. Через 12 минут первые пожарные расчеты уже были на месте ЧП. К моменту прибытия огнеборца в пламене была охвачена вся металлическая кровля здания. Это больше 300 квадратных метров. Территория возле места ЧП отцеплена. Спасатели успевают вынести из здания два кислородных и три газовых баллона. Помимо завода Бартек от огня пострадало еще одно предприятие. Занималась Кузница производством кованых изделий. По словам директоров предприятия, никого из рабочих в момент возгорания внутри не было. Повезло, был выходной и никто не пострадал. Пожару присвоили высшую категорию сложности. Так как в здании находилось газовое оборудование, в любой момент мог произойти взрыв. Подобного ЧП на промышленных объектах на памяти спасателей в регионе не было. В ликвидации участвовало 20 единиц техники и 74 человека личного состава. Не только 5 пожарных частей службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, но и ВПК Южно-Уральской железной дороги, у них свое подразделение пожарное, также Орсен-Доруши подразделение и ТО из Лжарсу нам помогало подвозом воды. Общая площадь пожара превысила 960 квадратных метров. Локализовать очаг возгорания удалось за 2,5 часа. Полностью ликвидирован он был только после 9 вечера. В настоящее время причина пожара и ущерб устанавливаются. По предварительным данным, он будет исчисляться сотнями миллионов тенге. Отмечу, предприятие является 16-м проектом карты индустриализации второй пятилетки. Запустили завод «Бартек» в январе 2016-го. До этой зимы подобного производства по выпуску саморегулирующегося нагревательного кабеля не было на территории всего СНГ. Мы были здесь первыми и третьими во всем мире. На строительство завода было привлечено 600 миллионов тенге иностранных инвестиций. Ирина Панфилова, Тимур Ахмантулин. Новости МТРК.